Мы стоим с вами перед огромным внутренним вызовом, когда мы формируем, развиваем, совершенствуем свое мышление, через него приходить к доброте, про которую нам эти классики эволюционной психологии делают. И есть вот эта специфическая фаза, где вы сначала глупые, но добрые, и постоянно получаете по башке и злитесь. В какой-то момент наступает драматическая фаза, осознание того, что люди разные, каждый пристает свой интерес, каждый ищет. И вы думаете, а ну их всех! Часто встречаешь этих несчастных умных людей. То есть он умный, причинно-следственные связи строит, взаимосвязи видит, понимаете, еще красиво это делает. Но он несчастный, потому что вокруг мир его полон людей, которым он не испытывает доброты. Вот дальше мы сталкиваемся с вами с вызовом. Можем ли мы развивать это свое мышление дальше, как-то его дальше совершенствовать, чтобы перейти из этой фазы обесценивания других людей? Вызов в чем состоит? Это как переступить, перейти этот Рубикон, и это может быть только внутренним решением. Вот доброту надо выбрать. Или она будет наивная, болезненная в связи с этим, потому что вы будете постоянно разочаровываться. Или вы пройдете через фазу, когда вы посмотрите на мир с разных сторон, увидите его недостатки. Перейти через это, и не потому что вы думаете, ну, зверушки, я теперь добрый, я теперь просветленный, у меня чакра открылась, и я так к людям отношусь. А действительно, внутренний выбор, как бы быть добрым не для кого-то, не для чего-то, не почему-то, потому что вам не страшно.